LuxMS на рынке существует уже давно, и то, что мы сейчас покажем и расскажем, это результат упорной работы инженерной команды из города Петербурга в течение 10 лет. Сейчас у нас 50 человек команда, и у нас свыше 30 внедрений. Есть промышленные внедрения в крупнейших компаниях России, есть и зарубежные внедрения идут. Соответственно, наша цель – это войти в топ-3 поставщиков российских аналитических систем BI-движков, а также выйти на мировой рынок с продуктом экспортного качества. Для этого мы опережающими темпами делаем по карте развития новый функционал, ставим его у крупнейших клиентов. Очень рады тем, что платформа наша востребована, и когда мы ее создавали, когда мы об этом задумались, с самого начала мы пытались решить проблему. Быстрой работы на больших данных, то есть поддержка принятия решений при огромных объемах информации. То, что у руководителей проблема возникает какая? Данных все больше, не учесть их плохо, учесть их никогда не примешь решения. Приходится принимать решения в условиях неопределенности. Каким образом можно эту проблему решить? Эту проблему можно решить, если сделать наглядную визуализацию и сделать каким-то волшебным образом так, чтобы все эти данные были доступны тем, кому надо, тогда, когда надо. Собственно, это удалось. Мы говорим так, что то, что мы предлагаем рынку, это цифровизация. Не на словах, а на деле. И наше крупнейшее внедрение этому подтверждение. О некоторых из них мы можем рассказывать, и мы постараемся раскрыть эту тему максимально. Если коротко говорить, зачем нужна платформа Lexus BI, она нужна управленцам для принятия решений. Мы не заменяем человека, мы делаем его работу максимально эффективной. На всех уровнях организации, на всех масштабах данных система работает и переваривает объемы данных совершенно ранее, я думаю, что немыслимые. Почему это удалось? Самый главный критерий для нас был, когда мы проектировали систему, это возможность масштабирования горизонтально и вертикально. Поэтому архитектура нашей системы, она дата-центричная. Это позволяет использовать все новейшие достижения баз данных, которые стремительно развиваются, и масштабироваться с помощью готовых механизмов. Не изобретать велосипед, не пытаться написать свою memory систему, не пытаться написать свой многомерный куб. Мы берем и используем все лучшее, что есть на рынке, и когда оно устаревает, мы переключаемся на следующее поколение. В этом основная фишка архитектурная. Именно поэтому мы бьем конкурентов на скоростных тестах. То есть тут все очень просто. Дата-центричность в чем заключается? В том, что ядро системы написано на PLPG SQL. Это ядро системы крутится рядом с данными внутри базы данных. То есть внутри базы данных, это не внешнее сервер приложений. И поскольку оно рядом с данными, то это предотвращает конвертации между форматом внутри базы, форматом в Java приложении и так далее. И таким образом наша, например, система может работать с ClickHouse по HTTP нативно, из базы HTTP в базу. Не просто так ClickHouse такой скоростной. Не просто так они основным форматом считают HTTP. Но в то же время для аналитической работы нужен SQL, SQL. Поэтому наша система позволяет делать на SQL все, что угодно с данными, преобразовывать это так, как угодно, и выдавать это в браузере в очень красивых интерфейсах. Поэтому фишки нашего решения следующие. Это дата-центричность, про которую я сейчас рассказал. Это гибкий, пластичный очень интерфейс. То есть вообще любая визуализация по эскизам заказчиков в Photoshop и Figma это реально. И таких дэшбордов можно делать десятки, даже сотни в рамках внедрения. Общая стоимость владения нашей платформы задумана так, чтобы она была в 3-5 раз ниже наших уважаемых зарубежных аналогов. Таких как Tableau, таких как Click, таких как Oracle BI, которые мы успешно заменяем у наших клиентов. И решаем новые задачи уже на нашем стыке при их возникновении. Следующее преимущество – это проектная компетенция. То есть мы быстро внедряем новый функционал. И, собственно, для многих крупных клиентов в России актуально это импортозамещение. То есть это платформа, написанная полностью в России. Все высокотехнологичные рабочие места мы создаем здесь. У нас здесь первая, вторая, третья линия поддержки. При необходимости мы можем дорабатывать функционал с учетом приоритетов наших стратегических клиентов. Наши стратегические клиенты – это крупнейшие российские компании. Есть с большими данными проблемка. То есть когда их хочется посмотреть, надо долго ждать. И частая ситуация, которая возникает у заказчика – это когда есть хранилище данных. На нем есть огромный объем информации. С ним работают в онлайне сотни пользователей. В то же время есть аналитики, которым нужно, например, что-то подготовить для руководства, какие-то витрины посчитать и посчитать по-новому. И эти аналитики, они пишут пятиэтажные сложнейшие запросы, технически сложные. И ждут, 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 идут пить кофе, все ждут. И через полтора часа или полчаса получать результат, а могут получать ошибку, что ресурсная квота превышена. И эту проблему мы попытались решить таким образом, чтобы вот эту проблему с Coffee Break Analytics избежать. Соответственно, наша дата-центричная архитектура в этом помогла очень сильно. И мы смогли нащупать способ работы с витринами так, чтобы даже при стыковке с Hadoop скорости были высочайшими. Понятно, что есть всему цена. В данном случае цена – это необходимость использования массивно-параллельной обработки. Массивно-параллельная обработка, когда много компьютеров одновременно готовят результат людям, принимающим решения. Это могут быть аналитики, готовящие витрин для руководства. Это может быть массовый пользователь, линейные ответственные исполнители на каждом участке. И это может быть топ-менеджмент, который должен видеть все, но нельзя его перегружать информацией. Мы защитили научную публикацию по классу архитектуры информационных систем в международном авторитетном издании, которое называется Association for Computer Machinery. Это организация, которая проводит чемпионаты мира по программированию, которыми гордится наша страна, выигрывая их один за другим. Именно в ICM мы разместили научную публикацию, связывающую преимущество нашей двухзвенной архитектуры нового поколения в сравнении с классической трехзвенной архитектурой. То есть мы написали специальную трехзвенку и сравнили ее с двухзвенкой, с одинаковой клиентской частью, абсолютно одинаковой, на абсолютно одинаковых данных. Дальше мы стали думать, как, собственно, эти витрины повернуть, и чтобы были эти миллиарды строк быстро доступны. И вот придумали Data Boring. Это подсистема пост-телепроцессинга, про которую расскажет Дмитрий Дорофеев. Спасибо, Сергей. Я подключаюсь и расскажу о технологии Data Boring. Название можно как-то сопоставить в ассоциациях с Илоном Маском. У него была компания есть по Boring. То есть мы и боремся с данными, и копаемся в них, и сверлим их, и бурим их. То есть это часть нашей деятельности по внедрению BI. Выяснилось, что те витрины, которые готовятся по классике, они не всегда удобны для визуализации, точнее для быстрой визуализации. То есть нам удобны широкие таблицы, где много столбцов с фактами. И в принципе современные базы, такие как ClickHouse, колоночные базы Greenplum, в какой-то степени Dremio, они очень хорошо работают с такими широкими таблицами. Это довольно новая вещь, которая там еще 15 лет назад была, наверное, невозможна в классических базах, типа Oracle, Postgres, того же MySQL и так далее. За счет того, что мы делаем такие широкие таблицы, мы научились делать вот эту операцию поворота, как мы это называем, поворот витрин. Мы научились это делать очень быстро на довольно низких ресурсах, вычислительных, точнее на малых ресурсах. То есть там буквально, если это ClickHouse, то достаточно 8 гигабайт оперативной памяти, чтобы поворачивать в принципе 40-50 столбцовые таблицы. Ну понятно, что если памяти больше, то все идет быстрее, потому что там, скажем так, как вся работа делится на батчи, там на ClickHouse и так далее, не буду в технические подробности сильно углубляться. Но суть в том, что можно на довольно таких разумных вычислительных ресурсах делать быстро вещи, которые в классических базах данных делаются очень долго часами. То есть часы и секунды, буквально такое соотношение. Либо вообще невозможно сделать, потому что просто никогда не дождетесь, пока эти джойны или повороты витрин произойдут. В итоге мы готовим высоко оптимизированные для визуализации таблицы, кубы. И, соответственно, наш LuxMS BI Core, который вот справа на этой презентации, на этом слайде, обращается уже в ClickHouse. Причем настройки Dash'ей происходят так, что там, в принципе, указываются те дименшины, те межеры, то есть факты и какие-то ключевые столбцы, да. Можно указать фильтры, можно указать агрегации. То есть человек или сотрудник, который занимается настройкой Dash'ей, не пишет SQL. Возможность написать SQL, конечно, остается для тех, кто хочет очень таких детальных, сложных каких-то расчетов или преобразований данных. Но если витрина подготовлена хорошо, то достаточно просто конфигурации простейшей в JSON, и большой класс визуализации становится доступен без дополнительного программирования. То есть на наших проектах фактически мы обходимся тем, что на клиентской части настраиваем Dashboard. То есть это все, что приходится делать после того, как витрины подготовлены. В этом была вот основная идея, зачем нам нужен компонент LuxMS BI Data Burying, чтобы настолько хорошо подготовить данные, чтобы вот дальнейшая работа по визуализации была простой, понятной, чтобы буквально JavaScript-разработчики могли этим заниматься без погружения именно в физический смысл каждой цифры. Есть визуальный интерфейс для Data Burying. Не буду скрывать это на основе Node-RED. Такой проект есть, он опенсорсный. Основной движущей силой этого проекта является компания IBM. Они используют, точнее, преподносят этот проект как подходящий под IOT проекты, интернет вещей проекты для сбора данных и преобразования. На самом деле, конечно, применимость его более широкая. Мы взяли интерфейсную часть, но так как это проект на Node.js, то есть серверная часть на JavaScript, это не очень подходит для обработки данных, для Big Data не подходит, потому что плохо масштабируется. Поэтому мы свои компоненты, которые вот здесь даже видно Luxum SBI, начинаются вот эти вот компоненты, мы их реализовали на Java, то есть интерфейс остался классический, но Node-RED-овский. Но наши компоненты работают в виртуальной машине Java, то есть они могут быть масштабированы. И это более такой промышленный способ по обработке данных. Соответственно, у нас осталась возможность использовать стандартные компоненты Node-RED-а. Там есть логические блоки, там, если вы захотите что-то дополнительно поставить, в принципе, это можно сделать. То есть доустановить какие-то компоненты open-source или написать свои. Мы постоянно наращиваем количество таких компонентов со своей стороны. То есть у нас свои компоненты для работы с Kafka, для работы с Postgres, для работы с ClickHouse. То есть почему мы не используем стандартные? Потому что у нас богатый опыт выкачивания больших объемов из витрин, вставки их в ClickHouse, в Postgres, в свои базы, которыми мы часто пользуемся. И мы все эти оптимизации учли и реализовали в своих компонентах. То есть у нас задача максимально быстро работать с источниками и максимально быстро заносить данные в наш собственный движок или в тот же ClickHouse. Соответственно, здесь идет работа в основном мышкой. Какие-то вещи пишутся. Естественно, тут есть компоненты для запуска SQL-затросов. Это шаблонизированные SQL-затросы. То есть сам Node-Direct достаточно развитый продукт. И все его возможности можно использовать для датабырек. У нас вопросы появились чуть попозже. Давайте лучше сейчас, чтобы не отвлекаться. Если по этому слайду или предыдущему, я вернусь. Да, у нас, собственно, несколько вопросов, просто связанные с системой. Первый вопрос, скорее всего, к Сергею. Вопрос к выступлению Сергея. Вопрос задает, по-моему, да. В компании работает 50 человек, читаю вопрос. Подскажите, сколько, соответственно, сколько у вас партнеров? Сами ли партнеры или вы сами занимаетесь внедрением? Есть ли у вас партнеры-интеграторы? И сколько времени и человек требуется для внедрения у крупного клиента 20-30 дэшбордов для нескольких департаментов? Итак, два вопроса. Внедряете сами или, соответственно, с помощью партнеров-интеграторов? И второй, сколько времени и сотрудников нужно для внедрения у крупного клиента? А следующий вопрос уже готов от Максима, от Витайсеева, уже Дмитрию. Окей. Да, отвечу тогда. Да, партнерская сеть есть. Есть крупные компании-интеграторы, есть небольшие консалтинговые фирмы. То есть можно выделить, в принципе, совместно с партнерами команду на внедрение. До 40 аналитиков и несколько дизайнеров. И тех людей, кто будет делать фронтенд-разработку и обеспечить даже очень крупные внедрения. Что, собственно, мы и делаем, решая задачи в крупнейших заказчиках. В то же время, если в команде именно заказчика есть возможность и готовность самим, например, заниматься подготовкой данных, можно довольно оперативно провести обучение и подключить этих людей на внедрение. Потому что данные – это подводная часть асберга, да, и правильные данные – это очень серьезный критерий успеха внедрения биосистемы. Дальше, то, что касается ресурсных центров, у нас есть помимо, собственно, наших партнеров, интеграторов, как федерального уровня, так и регионального, есть ресурсные центры, в которых несколько, скажем так, свыше 100 сейчас есть возможность подключать специалистов, как на бэкэнд, так и на фронт-энд, поэтому при необходимости доукомплектовать мы сможем это сделать. То, что касается возможностей по решению задачи на 20-30 дэшбордов, то, что прозвучало, да, то есть это типовое внедрение, там это порядка первый этап на разовые выгрузки. Вот как пример просто приведу, похожего масштаба был проект, да, порядка четырех месяцев работы, порядка четырех месяцев работы, и дальше в течение нескольких месяцев по готовности источников данных уже было переключение на целевые конфигурации в хранилище. То есть фишка в том, что вот эти самые дэшборды заработали сперва на тех данных, которые можно было сейчас и здесь подключить, это были, начиная от утвержденных форм в Excel и заканчивая учетными системами, где, соответственно, команда внедрения обеспечила консолидацию данных из этих источников, и далее уже перевод всех этих настроек был для подкачки данных на целевое хранилище, в котором постепенно появлялись предметные области. То, что касалось различных направлений коммерческой и технической деятельности, это реальные сроки, вот четыре месяца, это первый успех и получение результата на уровне первых лиц компаний, и далее несколько месяцев это уже с точностью, со скоростью хранилища данных, перевод целевой всей нагрузки аналитической на целевое хранилище данных. При этом результат руководства был сразу, интерфейсы заработали в рамках первого этапа, и для пользователей перевод был незаметен, то есть руководство получило результат с учетом масштаба организации, федеральная компания, это очень быстро, я считаю. В то же время есть примеры проектов, когда небольшие аналитические проекты с небольшим количеством данных на стандартных элементах делаются по времени гораздо быстрее, чем четыре месяца, то есть это совершенно другие сроки. То есть дьявол в деталях, какие именно дэшборды, специализированные по эскизам клиента, либо их нужно еще придумать вместе с клиентом, либо это на стандартных элементах. То есть все три варианта внедрения у нас возможны, как я говорил, интерфейс очень пластичный. Угу. Ну тут еще куча вопросов, ну куча четыре. Есть сразу вопрос провокационный, но зато по делу. Анна спрашивает, где тут BI, если вы занимаетесь просто в грузом данных? Понятно. Да, вопрос хороший. Показанная сейчас под системой ETL, это собственно и есть в груз данных, точнее это подготовка, это Data Preparation. Сама система, сейчас я попробую показать какие-то интерфейсы. Вот. Да, сама система, она позволяет реализовывать классические BI-интерфейсы с детализацией, с переходами между витринами, с формированием интерактивных презентаций, с формированием той или иной инфографики, с формированием самых разных визуальных форматов. Так, пропал звук. Это формировается классическая BI-система, которая у заказчика решает те задачи, вот например, одна из систем это была просто замена клика под ключ. То есть большое внедрение на клике, клик же BI-система, вот клика больше там нет. Там теперь сотни дэшбордов на LuxMS BI. Соответственно, вот сейчас я показываю то, что согласовано с заказчиком, и примеры экранов обезличенные, то, как это может выглядеть, это не просто BI, это еще и с анимацией, с элементами анимаций. Дмитрий хотел дополнить. Я не могу остаться в стороне, вопрос действительно провокационный. Мы когда начинали там 7 лет назад плюс-минус вот этот проект BI-ин, мы нишу видели и тоже были такие наивные, думали, сейчас мы BI-то сделаем, вот визуализацию, и как бы классно вообще получится, и всем это понадобится, все будут покупать. И когда пошли первые заказчики, уже не то, чтобы сильно неожиданно для нас, мы так начали подозревать уже, но мы когда убедились в этом, да, это была новость. Оказалось, что вот сам по себе BI, вот дэшборды классные, там анимации, все супер, классная графика, они вообще бессмысленны, бесполезны. То есть они сами по себе вообще ничего не несут, потому что пока в них нет настоящих цифр, да, это все просто пиксели. А чтобы появились настоящие цифры, оказалось, что нужно пройти очень долгий путь с данными, начиная от первоисточников. вместе с заказчиком, вместе с его аналитиками, начать просто реально вот этот весь путь, каждой цифрой, как она идет, как она получается, как она считается. Есть методика, хорошо, если есть методика, значит. А бывают методики, там документы, там сотни страниц по расчету вот этих показателей, да. А это все надо контролировать, качество данных. То есть на самом деле это просто действительно подводная часть айсберга. И мы счастливы были бы продавать дешборды, просто вот действительно ничего больше не делать. И это классно работает. Нам не надо тут ничего доказывать, да, это легко показывать, как оно классно работает. Но чтобы это работало у заказчика, в его окружении, в IT-ландшафте, с его пользователями, с его готовностью данных и, так сказать, качеством этих данных, это большой тяжелый труд. И без него, к сожалению, ну нашему, да, этот BI не продать. И мы работаем с данными, получили опыт, получили квалификацию наших сотрудников, да, именно в подготовке данных. То есть это, с одной стороны, вынужденный такой, скажем так, для нас опыт, да, но с другой стороны, он очень востребован для заказчиков на рынке. То есть вот этих специалистов, дата-инженеров, их действительно не хватает. То есть это вот ноу-хау, которое тоже востребовано. Я еще дополню, что в части подготовки дешбордов, да, то, что ожидается от BI-системы, то есть наша платформа обладает необходимым функционалом административным, то есть есть возможность распределять права доступа, публиковать, депубликовать наборы данных, тем или иным образом управлять визуально дешбордами, размещая деши так, как это удобно, с помощью редактора, что мы видим, то получим. Тонко настраивать дешборды в расширенном режиме редактирования, делать визуально подключение к источнику и мышкой мапить структуры многомерные на входе на то, что будет попадать в дешборды. Весь функционал появился достаточно недавно. Не у всех заказчиков он еще развернут, но в версии текущей, на которой мы создаем новые внедрения, это уже все есть, и мы с удовольствием этот функционал готовы использовать на крупных проектах и на небольших внедрениях. И есть примеры, когда небольшие команды на нашем пешке делают целиком проект под ключ, например, интегрируясь с цифровым двойником на предприятии, например, интегрируясь с какими-то системами ERP, на которых ведется учет этапов технологических взаимодействия при ремонтах авиадвигателей, например. Это все делается силами команд-партнеров, и это классическое BI-внедрение. Максим? Еще накопилось несколько вопросов. Есть предложение сейчас еще на один вопрос ответить, потом дальше еще двинуться в презентацию про кейсы. Ну, просто люди любят конкретику, да? И, может быть, рассказать про несколько кейсов. А пока вот один из первых вопросов, просто Максим, наверное, ждет, он уже 10 минут назад его задал. У нас стоит Hadoop, там 12 пентабайт данных за 10 лет работы. Подскажите, какие шаги нужно предпринять, чтобы это ускорить? Вот такой грандиозный вопрос, на мой взгляд. Ну, вот слайд, на который я сейчас открыл, здесь примерные показатели даны на объемах, да? Для того, чтобы вот рядом с Hadoop работал слой горячих данных, да это борингом, который можно крутить. И на этом работали очень быстрые витрины с соткликами по 300 миллисекунд. Дмитрий вот более подробно расскажет про петабайты на входе. Hadoop-овские. Да, да, да. Вопрос, скажем так, бесконечный сам по себе, и ответ на него тоже довольно обширный, может быть, потому что, скажем так, Hadoop – это просто слово, да? Детали, дьявол в деталях, там, это просто HDFS, это поверх него, там, HBase или какие-то еще там базы, Hive, может быть, стоит, ну, то есть, там, миллион технологий, да? И все обещали, что будет быстро. Вот. И быстро у кого-то получилось, да? Но оказалось, что это, в общем-то, дорого. То есть, петабайты сами по себе не очень страшны, да? Весь вопрос, на каком железе вы их обрабатываете, да? И какие ваши ожидания? То есть, если это, там, отдать в какой-нибудь Амазон, заплатить много-много денег, наверное, можно как-то быстро получить ответ из этого Hadoop. Но если это оставить у себя, там, на пяти серверах, пусть там даже дисков много будет, да, то понятно, что скорости будут маленькие. Но мы сами по себе не Hadoop-компания, мы никогда не предлагали заказчикам его устанавливать. Мы приходили, и у заказчиков уже был Hadoop, или они хотели его ставить. И параллельно с нами, с BI, там, проходили инсталляции. То есть, мы, в принципе, стыковались с Hadoop-системами. И никогда не было желания, да, серьезно заниматься именно развитием Hadoop. И я просто хочу еще добавить, что если сейчас зайти на сайт Клаудера, то есть, это единственный поставщик Hadoop, который остался после того, как он купил еще одного поставщика Hadoop. Это последний он. Да, Hortonworks был куплен. Но я вообще удивился, и для меня это шок был. Там нет слова Hadoop на первой странице вообще. То есть, не найти. Это звоночек, да. То есть, Google молодец, он 10 лет назад написал white paper о matreuse технологиях. Но сам почему-то Hadoop не стал развивать. Кончилось тем, что у него там бесконечная таблица, в которой SQL доступ, селекты пишем. Ну, то есть, в общем, я не хочу дальше эту тему продолжать, да, в этом направлении. Понятно, куда я клоню. Но мы решаем проблему медленного Hadoop по тем, что ставим свой быстрый слой данных на основе кликхауса вот на текущий момент. Так как нет смысла 5 петабайт анализировать каждый день для руководства, да. То есть, всегда есть какие-то свежие данные быстрые, которые вот там за прошедший день, неделю, месяц, год, ну, то есть, ну, не за 100 лет, наверное, последних, да, эти 5 петабайт надо вот ежедневно мониторить и анализировать. То есть, есть какой-то слой данных для непосредственно быстрого анализа сегодня. Наша задача из Hadoop эти данные доставать, готовить для визуализации и поддерживать вот этот процесс ETL, да, чтобы он был быстрый, чтобы успевал до того, как эти данные будут визуализированы. Поэтому у нас есть опыт. У нас была такая технология на основе Greenplama. Там 9 таблиц сырых данных, ну, просто для примера, да. Это где-то 8 миллиардов строк в общей сложности во всех этих таблицах. Мы их выгружали в локальный Greenplama, потому что централизованный Greenplama, да, где это все хранилось, ну, на самом деле, не только там, там и в Hadoop и в Oracle, то есть эти 9 таблиц по разным системам, в принципе, разнесены, но и суть. Дело в том, что их обработка вот для визуализации занимала там больше получаса. И выборка данных из источника могла вот, как Coffee Break Analytics, Никогда не закончится, потому что 2 часа ждем, а потом ошибка, недостаточно памяти на сервере, извините, попробуйте еще раз. Там был опыт аналитики, оставались на ночь, потому что ночью там получше с ресурсами, есть шансы там закончить эти выборку данных. Но тем не менее, при условии, что данные уже выбраны, да, для локального анализа, это больше получаса. Если мы используем другую систему, быстрой аналитики, это вот, допустим, ClickHouse, то это меньше минуты. То есть наш ответ вот к этой проблеме, да, на эту проблему, это установка дополнительного хранилища для быстрых данных. Мы умеем их выбирать из Хадупа, готовить для визуализации и делать вот этот вот срез горячих данных доступным для анализа. То есть наш подход такой. Ну что, следующие вопросы. Тут уже тоже коллеги ждут минут 10. Вопрос опять глобальный. Нам уже предлагали революцию на ГПУ, ничего не вышло. Чем вы лучше? Ну, это вопрос опять о системе. Чем лучше? Чем мы лучше ГПУ, я так понимаю. Да. И ГГБ. Да, на самом деле, ГПУ вещь на самом деле хорошая. Просто меня удивляет, кстати, вот Хадуп, да, это такой хайп, да, если вот англоязычной терминологией пользоваться. Ну, на наш взгляд. Тем не менее, вот сейчас биткоин стоит 50 тысяч там, но нету хайпа. Удивительно. Я уверен, что вот среди слушателей кто-то даже не знает, что его цена сейчас 50 тысяч. Когда был хайп, он стоил там 25. И во всех газетах, там Путин, к нему приезжали люди там, которые эфириум придумали. То есть это было очень круто. Но ГПУ для биткоина, да. И поэтому это ценится. И на этом хайпе на нем идет обработка данных. На самом деле это очень быстро. Но проблема ГПУ в том, что туда не разместить Хадуп. То есть это бесконечно дорого. И тот объем данных, который вы сможете обрабатывать на ГПУ, будет очень маленький. То есть это возможно сделать кластер на ГПУ. Вот, допустим, Сбертех сделал Кристофари там на ГПУ для машинного обучения. Но это очень дорого. То есть наш подход более такой практичный. Мы используем кликхаус, который работает на обычных серверах. ГПУ не требуется. Скорость сопоставима с инменерой системами. Это удивительно, но это так. То есть наш ответ, что мы лучше ГПУ тем, что нам не нужен ГПУ. Для того, чтобы добиться примерно таких же скоростей. Но варьет горизонтальное масштабирование остается. И при желании заказчика запустить наш движок на GPU, предположим, есть инсталляционная уже база, мощное железо, купленное за сотни тысяч долларов. Мы ездили даже в Intel, консультировались, Intel Intel, где Мур работает, и говорили там. Цена ввода-вывода очень высокая на GPU. Поэтому под Machine Learning абсолютно правильно Сбербанк его применяет. Но под задачи, скажем так, другого типа, когда нужно обычные данные перелопатить в огромных количествах, это не самое дешевое решение получается. Тем не менее, за счет дата-центричности можно кликхаус заменить на любой другой движок. В том числе на движке есть такие поддерживающие GPU. И это будет работать. Аналогично мы проводили, помимо кликхауса, замеры на Dremio. Это еще один с высокой скоростью отклика, то есть Low Latency in Memory, массивно параллельный движок. Поэтому заказчик может всегда выбрать, и если придумать что-то очень клевое новое, перейти туда, сохраняя всю результационную часть, сохраняя всю ETL-часть, и только, собственно, контейнер под Pushdown будет заменен на другой. Вот и все. Понял. Ну что, любимые параллельные вопросы. Тут сравнивали с большим, говорили про Intel, а вопрос от Семена. На моем ноутбуке 16 миллионов строк и быстро обрабатываются. Зачем нам дата-боринг? Очень хорошая ситуация. Сейчас 16 миллионов строк не является бигдата, но если нужна сложная логика обработки 16 миллионов строк, то дата-боринг позволяет визуально программировать цепочку обработки. То есть это как визуальный уже, скорее, инструмент обработки данных можно применить. Если же логика простая, то компонент дата-боринг избыточен. Его нет смысла задействовать на таких маленьких объемах. Абсолютно точно. Понял. Следующий вопрос от Шамиля. Здравствуйте, коллеги. Больной вопрос в части визуализации. Насколько хороши механизмы авторазнесения меток, подсказок на визуализаторах? Есть ли возможность автоматически убирать наложение таких меток? Можешь прокомментировать? Я вот не очень понял вопрос. То есть это какие-то аннотации, которые накладываются на значение показателей. Например, работа с... Полагаю, что да. Механизм авторазнесения меток и подсказок на визуализаторах. И, видимо, как-то они мешают какой-то визуализации. И, соответственно, можно ли с ним. Ну, может быть, Сергей тогда начнет. Есть опыт, я так скажу, есть опыт работы с временными рядами, когда нужно миллиард строк на экране, миллиард точек на экране показать. Для этого есть различные технологии, начиная от прореживания данных на сервере и заканчивая героическими усилиями в браузере, который выводит частичную информацию, но держит внутри все. Вот. Любой из этих способов, в принципе, применим, потому что оба механизма возможны. И, соответственно, если меточки временные или же метки на самих линиях нужно отображать с учетом зума, то есть это у нас есть возможность задавать их. Есть язык LPE, Luxe Pass Expressions. Это язык вычисляемых выражений, который позволяет обработку делать прямо на клиенте на лету со страшной скоростью. Это своего рода лист, такой лист-процессор на клиенте. Вот. И таким образом можно очень гибко управлять теми точками, которые, собственно, в браузере на графике попадают. Таким образом можно управлять и скоростью, да, то есть с точностью до того, что человеку надо контролировать. Идет либо прореживание, либо выводится вся правда во все ее красе, но тогда нужна мощная станция. Вкратце так. Понял. Значит, у меня следующий вопрос от Вадима. Я думаю, что как раз этот вопрос, вы можете на него отвечать, иллюстрируя кейсом. Ну, всегда людям интересно, а что сделано-то? Ну, вот система, да. Вот сейчас вы будете рассказывать про кейс, но не забудьте, что вопрос задан так. Вы только дешборды делаете? Можно ли сделать отчет по регламентированной форме отчетности? Ну, и следующий вопрос еще. Есть ли возможность самостоятельно разрабатывать в BI? Ну, вот отвечая на этот вопрос, может быть, вы расскажете про какой-то кейс. Ну, хорошо. Значит, короткий ответ «да» и «да». Более развернутый ответ для формирования регламентированной отчетности используется. Мы выбрали замечательный инструмент, который входит в российскую фреймворк Java-разработки, который называется Куба. Там есть компонент, который позволяет делать шаблоны регламентированной отчетности в, соответственно, офисных файлах. Это может быть Microsoft Word, это может быть Microsoft Excel, это могут быть российские аналоги из «Мой офис» совместимого формата, где делается соответствующий шаблон отчета с плейсхолдерами, то есть местами, куда потом данные польются, и подключается на живые данные. Такой механизм есть, он реализован. У нас нету такого супер-пупер визуального конструктора, как это, например, есть в Jasper Reports, если кто знает, open-source такой развитый функционал. Но для того, чтобы сделать именно регламентированную отчетность, инструмент, который мы предлагаем, он очень гибкий, потому что нет ничего удобнее самого офиса для подготовки офисных документов. А потоки данных мы туда направим, защищенные и в нужном объеме. Это, значит, по части регламентированной отчетности, по части возможности разработки своими силами. Как упоминалось, да, такая возможность есть. Есть руководство разработчика, есть документированный API, программный интерфейс на стороне JavaScript, то есть можно вообще подключать произвольные библиотеки для формирования определенных графиков. Например, D3 можно использовать для трехмерных объектов, реальный пример. Делать кастомные элементы еще какие-то, при этом сохраняется защищенность, а у нас поддерживаются очень изощренные методы защиты. То есть при всех этих кастомизациях продолжает работать, например, интеграция с Active Directory по LDAP, защита по Kerberos, то есть вся вот эта интерпрайзная обвязка продолжает работать, и визуализация защищена очень надежно, и можно создавать самые разнообразные визуализации, не заморачиваясь на те библиотеки, на которых написана клиентская часть, и тем, чем удобнее конкретным разработчикам, соблюдая определенные правила, вызовы по API. В то же время есть документированный двусторонний RESTful API на стороне сервера для взаимодействия с бэкэндом, и можно писать вообще программный коннектор, который это делает со сторонними разработчиками для подгрузки, например, только нормативов, или для подгрузки всего потока данных под визуализацию на лету. Есть коннекторы с потоковой, например, Kafka, есть возможность подключать MQTT потоки, есть возможность подключать самые разнообразные нереализационные источники, поддержка SOPA есть, то есть можно делать программно на стороне бэкэнда очень много чего. В то же время можно программировать, как я говорил, маппинги какие-то визуально, если стандартная задача, это делается без ручного программирования. Если это сложная задача, можно, например, пакетную загрузку данных обеспечить, написав конфигурационный файл с SQL-командами. SQL очень мощный язык, и на нем можно сделать много-много-много чего. И дальше поставить это по определенному расписанию для выполнения. Либо сделать возможным запросы на лету. Такая возможность есть. Более того, вот эта компонента, которая на лету, она у нас тоже многопоточная, массивно параллельная, держит бешеные абсолютно нагрузки. Десятки тысяч персонализированных коммуникаций в секунду выдерживает, собирая данные в масштабе близком к реальному времени. Максим? Вот у нас еще накопилось пять вопросов, может быть, тогда кратко про кейс, а потом снова к вопросам. У нас висит уже вопрос довольно долго Виталия, все никак мы ему не отвечаем. Еще этот вопрос от Юлии, от Анны, еще от Юлии вопросов, так что ну что, про кейс. И обязательно мы ответим на ваши вопросы. Да, хорошо. Пример это контроль финансовой отчетности, контроль вообще финансов в крупной телеком-компании. Это свыше пяти тысяч доходно-расходных позиций, детализация по-статейной и с подкачкой, с возможностью подкачки первичных данных. Это возможность обнаруживать отличников-двоечников по каждому направлению деятельности, сравнить себя с лучшими, сравнить себя с средними по своим направлениям и увидеть, где нужно подтянуться. Это сделано точно такая же логика, сделана не только в этой телеком-компании, но именно с точки зрения сравнительного анализа, бенчмаркинга так называемого подразделений, то же самое работает в здравоохранении. То есть это абсолютно кейс, который переводится с одной отрасли на другую, потому что получается, если по-простому рассказывать, что тут сделано, отличники будут бороться за то, чтобы быть первыми и получить соответствующие награды в рамках корпоративных правил игры, а двоечники, которые все равно есть в крупных организациях, они будут бороться, чтобы не попасть на последнее место, иначе с ними будет проведена мотивационная работа другого типа. И это позволяет средние показатели подтягивать и четко абсолютно награждать мотивированных тех, кто выдающиеся результаты дает и их результаты ставить в пример другим и в интерфейсе эта задача у нас визуально решена. То есть мы взяли методологию заказчика и реализовали на ее основе то, что позволяет управлять на всех уровнях с соответствующими финансовыми показателями маржинальности. Вот. Пример, значит... Секундочку. Предыдущий пример там не было видно последних двух строчек вот я просто визуализация они важны. Это отказ от разовых отчетов и самое главное это подготовка данных с четырех дней сократилась до нескольких часов. Поскольку это плохо видно, то я лучше проговорил. Вот это важный. Были сняты с ручной работы определенные сложные отчеты. Да. Значит, соответственно, снижен риск человеческой ошибки и повышена оперативность контроля. То есть от ежемесячного контроля по плановым показателям и фактическим показателям продаж можно переходить к еженедельному и даже ежедневному контролю, чтобы уже в начале месяца сотрудники ответственные видели, что они не дотягивают и на конец месяца не выходят на то, что от них ждут. Либо наоборот они идут с перевыполнением плана. И все хорошо. Вот. И это очень рабочий инструмент руководителя и рабочий инструмент на всех уровнях все охватно. И наша лицензионная модель основана на том, что корпоративные лицензии это безлимитка по конечным пользователям. Лицензируются серверные узлы и таким образом есть возможность на всех уровнях организации подключить всех, кого надо, не задумываясь о том, что это повлечет с собой отдельные дополнительные пользовательские лицензии. Но есть и специальные лицензии на уровне центра обработки данных для сверхкрупных внедрений такая возможность есть. это позволяет управлять ожиданиями с точки зрения общей стоимости владения и вот все эти замечательные механизмы раздавать всем необходимым исполнителям. Значит, пример интерфейса, то, что я показывал, здесь вот как раз отличники, двоечники, средние показатели, в самых разных разрезах это можно смотреть, очень глубоко детализировать, переходить при необходимости на первичную документацию, например, если человек обеспечил очень плохие показатели по своему подразделению, можно быстренько посмотреть, что там наподписывали, какие деньги были, на какие направления израсходованы, как это соотносится в их регионе с другими. И люди, понимая, что этот контроль возможен, ведут себя уже таким образом, действуя на опережение, чтобы этих вопросов не возникало. И это очень хороший такой превентивный инструмент. По ходу пьесы, секундочку, тут есть два коротких вопроса, думаю, что сможете прямо на фоне кейса, Сергей, ответить. Первый вопрос, есть ли возможность отображения дэшбордов в системе в режиме офлайн? Просто можно коротко ответить. Да, в масштабе, близком к реальному времени это поддерживается. В том числе с потоковой аналитики, MQTT потоки, IoT потоки, любых других показателей, можно подключать Apache Kafka, можно подключать RabbitMQ, можно использовать другие механизмы. Ну и тоже короткий вопрос, где можно односложно быстро ответить, есть ли поддержка мобильных устройств в SMSBI? Клиентская часть это чистый JavaScript клиент, который реализован с помощью реактивного функционального современного программирования, там внутри событийная модель, и этот клиент адаптируется автоматически под планшеты и смартфоны. В случае, если в организации штатно планируется использовать смартфоны, планшеты, есть возможность подключить двухфакторную аутентификацию, есть возможность классическими мастер-дейт, классическими способами Mobile Device Management защитить устройства с помощью VPN-ов, это чисто уже инфраструктурные моменты, они все проработаны, это все уже делалось, и в случае, если определенный тип устройств, планшетов или смартфонов ожидается к использованию, то под них рекомендуется проводить проверку того, что будет в соответствии с ролями доступно, чтобы это было комфортно, не загромождало экран, например, нет смысла на смартфоне смотреть сложную многослойную карту, карты у нас поддерживаются, но интерфейсы должны быть соответствующим образом спроектированы. Пример по масштабному кластеру, который здесь отрисован, Дмитрий Владимирович, ты можешь рассказать кратко, то есть просто пример, это реально масштабируемое решение, мало кто из вендоров может сказать, что у них это работает в таком масштабе. Дима, расскажи. Да, ну, у нас хоть и двухзвенка, но функционал все-таки дополнительно разместен по микросервисам, поэтому мы можем адресно части системы масштабировать, да, в зависимости от нагрузки. В данном случае у нас есть, скажем так, вот в левой части это load balancer, то есть балансировщик нагрузки на основе инжинкса, он независимо масштабируется и можно запустить несколько копий. В средней части это компоненты самого LuxMSBI Core, они тоже масштабируются независимо от балансировщика. Дальше кластер на основе кликхауса и он тоже независимо масштабируется здесь шесть узлов, это действительно инсталляция, где шесть узлов кликхауса, это конечно не то, что Яндекс запускает, там сотни узлов, но это достаточно много. Также дополнительно используется кластер Greenplum и он тоже независимо масштабируется, это MPP-система, то есть у нас очень гибкий подход, мы смотрим на данные, смотрим на количество пользователей, проводим нагрузочное тестирование, определяем сайзинг всех компонентов. Я еще дополню, что у нас хорошая практика нагрузочных тестов, мы проводили, сегодня я выступал на Elbrus Day, там мы проводили нагрузочное тестирование на аппаратно-программном комплексе российском, совместное решение с Norsi Trans, это производители серверов и систем хранения данных на Elbrus, совместно с MCST и совместно с компанией Bazalt, разработчика Alt Linux, то есть весь этот стэк, мы нагрузку дали и получили на свыше 200 пользователей конкурентах, на сложной логике 300 миллисекунд отклики, вот Elbrus, это MPP, то есть это можно при необходимости еще и горизонтально масштабировать, то есть нету здесь для пользователя никакого дискомфорта, вот эти вот штучки с массивно-параллельной обработкой позволяют на любом железе вытянуть скоростные характеристики на тот уровень, который дает комфорт при необходимом объеме данных и интенсивности их анализа, вот, и данный, вот пример, который сейчас приведен, да, то есть эта система эксплуатируется командой заказчика на промсистемы в нескольких заказчиках на кластеры промсистем у нас доступа наша команда не имеет, есть определенный механизм внесения изменений, который осуществляет сопровождающая команда заказчика прошедшая необходимое обучение, то есть всю эту культуру инженерную совместной работы с командой заказчика мы приветствуем, поддерживаем, нам не нужен доступ на промсистемы и мы всячески развиваем механизмы переноса метаданных из тестовых разработческих сред на промышленные и возвращение обратно в случае, если что-то пошло не так. Это позволяет отказу устойчивость обеспечить не только в случае системных сбоев, но и в случае человеческого фактора, если это применимо. Следующий пример это мониторинг и управление по ключевым показателям, соответственно обеспечена аналитика с группировкой и выделением полонаправлением организации всех-всех-всех возможных предметных областей, начиная от кадров и заканчивая технологическими процессами, есть возможность, это с учетом масштаба внедрения можно смело говорить, что федеральная крупная, международная организация крупная может быть обеспечена таким же образом не просто инструментом аналитики, который сбоку и применяется только для data discovery, узкими группами специалистов, способными многомерному анализу, это массовая аналитика, то что по Гартнеру называется готовая prepaid analytics и доступы можно раздавать на всех уровнях и после обучения минимального, этим можно пользоваться, это будет быстро работать, это будет наглядно и с точностью до уже культуры управления данными это будет актуально. Достаточно убедительное по количеству внедрения. Хочу обратить внимание, коллеги, на HR аналитику редкая ситуация, когда в какой-то российской компании реализована вот эта часть. Все, можно. Да, ну и соответственно количественные характеристики очень убедительные, да, то есть это массированное внедрение, в котором есть самые разные сложные обработки данных, это делалось совместно с партнерами и это отвечает в том числе на вопрос, возможно ли делать крупные проекты. Да, возможно, при этом развивая продукт. Значит, то, что касается внедрения на Газпромнефть, это национальный проект Бажен, сланцевая нефть в Западной Сибири, тоже это отдельная, можно сказать, обстриминговая компания, у которой есть весь спектр нерешаемых задач, начиная от экономических показателей и кончая исследовательскими задачами, которые они решают, в рамках национального проекта, тщательно за этим всем следит и министерство, и профильные соответствующие службы, поэтому очень важно развивать этот функционал, мы гордимся этим внедрением, мы стараемся делать все оперативно и стараемся обеспечить контроль по всем направлениям деятельности. Визуально это очень пластично и может быть реализовано прямо по эскизам клиента, либо итерационно сделано нашими силами или силами нашего партнера с утверждением эскизов интерфейсов заказчикам. Но, как я уже говорил, селс-сервис функционал он уже есть и селс-сервис функционал это наша важная стратегическая задача первого полугодия, то есть мы его обеспечим, мы весь функционал административного интерфейса сделаем доступным в пользовательском интерфейсе для пользователей с расширенным доступом. это будет доступом. Продолжение следует...